Здравствуйте! Вас приветствует учитель русского языка и литературы Тимыркасова Шекер Мурсакалена. Сегодня у нас русского языка и литературы в девятом классе. Тема нашего урока – Константин Георгиевич Паустовский «Рассказ телеграмма». Желаю успешной работы! Сегодня на уроке вы познакомитесь с произведением Паустовского телеграмма, проанализируйте содержание рассказа, проследите за авторской позицией, сделайте выводы на основе полученных сведений, выражая собственное мнение. На прошлом уроке мы говорили о творчестве Паустовского, познакомились с историей создания рассказа телеграмма, а сегодня я предлагаю поговорить об этом рассказе. Начнем с мозгового шторма. Что такое телеграмма? Обратимся к словарю. Телеграмма – срочное сообщение, передаваемое по телеграфу, а также бланк с таким сообщением. Ожегов. Когда посылают телеграмму? Телеграмму посылают в исключительных случаях, когда сообщение надо передать немедленно. Телеграмма связана с чувством тревоги, ожидания беды. О чем по-вашему рассказ телеграмма? В своем рассказе Паустовский отмечает несколько важнейших проблем всех времен. Проблема одинокой старости, проблема материнской любви, проблема взаимоотношений между детьми и родителями, проблема милосердия. Итак, всегда ли дети спешат на помощь родителям, живущим далеко? Всегда ли пишут им письма? Умеют ли проявлять о них заботу? Стараются ли быть ласковыми со стариками? Поговорим об этом. А теперь работа с текстом. Октябрь был наредка с холодной, ненастной. Тесовые крыши почернили, спутанная трава в саду полегла, и все доцветало, и никак не мог досвести и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. Над лугами тащились из-за реки цеплялась заблутевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь. По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стада. Почему Паустовский начинает свой рассказ именно с письма «Заша»? Автор хотел передать описанием печального осеннего пейзажа внутреннее состояние одинокой, старой и покинутой женщины Катерины Петровны. Паустовский нигде не выражает прямого сочувствия героине, оно скрыто в характере повествования. Когда жизнь природы замерла, Катерина Петровна стала еще труднее вставать по утрам. Что еще дополняет картину пейзажа? Детали интерьера. Горький запах нетопленных печей, пыльный вестник Европы, пожелтевшие чашки, давно нечищенный самовар, в комнатах слишком сумрачно, ощущается неухоженность, запущенность. А что же было единственным живым существом в доме? Керосиновый ночник был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме. Без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра. Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. За простой манерой повествования скрывается глубокое сочувствие автора, одинокой, доживающей свой век женщине. А теперь выполним задание. Составим визитную карточку героя. Выделить и записать ключевые понятия, которые характеризуют и раскрывают Катерину Петровну. Приводите примеры из текста. Обратите внимание на критерии оценивания и дескрипторы. Проверь себя. Визитная карточка героя. Приводите внимание на критерии оценивания и дескрипторы. Приводите внимание на критерии оценивания и дескрипторы. Ребята, следующее задание. Вы должны составить диаграмму Венна. Перед тем составить, послушайте текст. Она остановилась у старого дерева, взяла с рукой за холодную мокрую ветку и узнала, это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озявший. Ему некуда было уйти от этой бесприютной ветреной ночи. А теперь, ребята, проверим себя. Я думаю, что вы нашли правильно. Катерина Петровна – человек, старый клен, дерево. У них одинаковая судьба. Катерине Петровне и как клену тоже некуда идти, ее тоже никто не ждет. Именно после встречи с кленом она решается написать письмо дочери. Ненаглядная моя, зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день, дай поглядеть на тебя, подержать твои руки, старая стала и слаба, до того, что тяжело мне, не то что ходить, даже сидеть и лежать. Смерть забыла ко мне дорогу, сад сохнет, совсем уж не тот, да я его и не вижу. Нынче осень плохая, так тяжело, вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень. Письмо отправлено. Каков же результат? В ответ телеграмма Катерина Петровна по тексту понимает, что написано Тихоном. Старушка интеллигентно молчит и плачет. Поняв, что дочь осталась глуха ее просьбам, Катерина Петровна перестает ждать и умирает. Не уделила должного внимания матери Насте, но мир не без добрых людей. Чужие люди казались добрее, внимательнее, человечнее, чем родная дочь. Катерине Петровне помогали Манюшка и Тихон. Манюшка, дочь колхозного сапожника, прибегает каждый день, чтобы принести воды из колодца, помыть полы, поставить самовар. Шесть суток не отходила от умирающей Катерины Петровны, не раздеваясь с пола на старом диване. Сторож Тихон рубит, пилит, колет старые деревья на дрова. Пожалев Катерину Петровну, дает телеграмму Насте. Не дождавшись ответа, совершает подлог, приносит умирающей женщине ложную телеграмму от дочери. Так, кому же обращена телеграмма? О чем она? Название телеграмма скрыт глубокий подтекст. По сути, весь рассказ – это телеграмма, обращенная к нам с вами. Ведь телеграмму, как вы уже сказали, отправляют, когда сообщение надо передать немедленно. Паустовский нам посылает телеграмму, предсказания, предупреждения. «Будь человеком», напоминает он, «за добро плати добром». Не забудь, с дочерью Катериной Петровной, с Настей, мы с вами познакомимся на следующем уроке. Спасибо. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok